Я приветствую всех вас, дорогие зрители, слушатели, верные друзья, а также мои любимые подписчики, кто всегда со мной, кто поддерживает во всех моих начинаниях, кто пишет теплые слова поддержки в комментариях. Огромная вам признательность и благодарность. С вами я, Юрель, общественный деятель и блогер. И сегодня я вновь отвечу на вопросы из рубрики семья, любовь, отношения, союз, ну и брак. В прошлый раз я отвечал на вопрос, который поступил от моего друга давнего, от парня, значит, 17 лет, Антон его зовут. И сегодня, похоже, вопрос, но немножко другой. Что самое интересное, женщина, которая, ну, или девушка, задающая мне этот вопрос, сама же на него и отвечает. Значит, Елена из Волгограда, по-моему, ей 38 лет, спрашивает меня, секс в браке это грех? Ведь, и дальше вот она, она сама на него отвечает на этот вопрос. Ведь секс без цели зачатия является грехом. Вот, вы знаете, я не понимаю людей, которые задают вопрос и тоже на них отвечают. Это очень, как бы, странно. Ну, давайте все-таки я отвечу по порядку. Во-первых, я не люблю слово секс. Заменю я его другим синонимом, более лаконичным, литературным и красивым. Саития, как я уже говорил в прошлом своем ролике. Или интимная близость, интимное сочетание, или взаимное познание друг друга. Вот это действительно выглядит красиво. Ну, слово секс выглядит слишком таким, знаете, топорным, на мой взгляд. Но, с точки зрения православия, секс благословлен Богом, является, по сути, самым главным компонентом общения между супругами. Об этом писал апостол Павел. Во-первых, не уклоняйтесь друг от друга. То есть, разве что для упражнения в посте или молитве. Чтобы сатана не искушал вас, ни воздержанием ваше. То есть, вот. Это первый момент. То есть, ну, это говорится уже о посте, да. То есть, нужно иногда воздерживаться, дабы, ну, так сказать, чтобы иногда посвящать жизнь Богу. Но, тут, понимаете, есть еще и другие слова Господа. Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Ну, то есть, ясно дается нам понять, что эта заповедь, во-первых, дана была до грехопадения Адама и Ева. То есть, и, как вы поняли, у них была возможность еще даже до вот этого состояния греха вступать в интимную близость и наслаждаться друг другом. Понимаете, в чем дело? Это первый момент. Второй момент. Нигде в Священном Писании нет запрета на интимную близость, которая преследовала бы, допустим, удовольствие, а не зачатие. Нигде нет. Есть лишь какие-то, может быть, косвенные, значит, цитаты. Это, я так понимаю, женщина, так сказать, базирует свои, как бы, утверждения на основании такого утверждения, которое называется «Все мне позволено, но не все полезно». «А где вы снимаете?» «А где вы снимаете?» «Не понял». «Где вы снимаете на YouTube?» «Ну, в Инстаграме». «А где вы снимаете?» «Да, я сейчас вам отвечу». «Сейчас я отвечу на вопрос». «В общем, вот так вот я отвечу этой женщине, чтобы она немножко, ну, как бы, изучала Священное Писание, чтобы не умничала. Вот даже ребятам смешно, видите? Даже ребятам смешно, вот то, что, когда отвечаешь на такие вопросы, ну, просто у меня волосы дыбом. Вот хочу вам ответить на вопрос. Женщина, вот вы бы лучше действительно, ну, как бы, допустим, занялись полезным делом, чем бы вот тратили свое время и мое тоже. на то, чтобы задавать такие глупые вопросы. Мне жалко вашего мужа просто, серьезно. Изучайте Священное Писание, Библию, психологию, в конце концов, научную литературу. Вот как-то так, дорогие друзья. Я думаю, что я ответил на ваш вопрос. Ну, давайте это, спрашивайте, что хотели. В блоге наступало. В блоге, где мы снимаем? Ну, в ютубе, там, в инстаграме и в этом. Лайк. А? Лайки? Да. А как называть? Ну, там, сейчас расскажу. Ну, там, сейчас расскажу.